В области продолжается зимовка скота. Важный этап. В общем процессе работы сельхозпредприятий в хозяйствах Уреческого района побывала наша съемочная группа. Среднесуточные надои молока на одну корову в Уречевском районе одни из самых высоких в области. В феврале больше 20 килограммов. Летом на лугоболотной опытной станции коровы целый день на пастбище. И зимой у нас практикуется, что каждый день животные, мы стараемся их хотя бы обеспечить не активный, а пастивный мацион в загонах. То есть они в течение часа ходят по загону, у них видите сено. Но это делается для улучшения их также здоровья и для улучшения воспроизводства животных. Молодняк пока в телятнике. Самых маленьких постепенно отучают от молочных продуктов. Причем следит за количеством пищи корма станция. У каждого теленка микрочип. Умная машина не даст ему съесть больше положенного на день. Взрослые стадо тоже нужно кормить правильно. И для повышения надоев, и для улучшения качества молока. Особенно во время зимовки. Мы используем различные добавки. Вот сейчас тут начали давать экструдированный фагорох. Это для повышения фобелка в мухолоке и для улучшаемости поедаемости всего корма в рационе. Рационы считаются все по компьютерной программе. Поэтому что она выдаст, скажем так, мы это используем здесь при их окормлении. В СПК племзавод «Гарский» в прошлом году надоели 8672 килограмма на одну корову. Пальму первенства в районе по высоким надоям здесь держат третий год. Кроме того, вся продукция сдается только высшим сортом. Аппараты у нас с электронными пульсаторами, с автосъемом. И во время дойки они показывают количество надоенного молока, скорость молока отдачи и время доения коровы. И потом, после завершения дойки, все эти данные приходят на компьютер. В хозяйстве уже сейчас планируют будущую посевную так, чтобы меню для коров составлялось сразу в поле. И при закладке на хранение корм получался более питательным и сбалансированным. Во время нынешней зимовки здесь не хватило концентратов. В феврале месяце мы 40 тонн ячменя закупили. И будем еще в течение года, как бы, ну, до нового урожая, сколько не будет доставать концентрированных кормов, мы и закупаем. И в течение каждого месяца мы закупаем жмухи, патоку, минеральные добавки. До завершения зимовки скота еще далеко. Но в хозяйствах Оречевского района надеются, что она пройдет успешно. Валентина Палкина, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.